Этот станок производит до 20 заготовок для автономеров в минуту, а обслуживать его может один человек. Будущие регистрационные знаки делают из алюминия, после обклеивают светоотражающей пленкой. Красноярский цех изготавливает номера не только для нашего города. Заказы поступают из соседних областей и республик. В год до 2015 года мы делали до 800 тысяч пластин в год и обеспечивали своей продукцией Новосибирскую область, Томскую область, Красноярский край, Иркутскую область, республику Хакасия, республику Тува и республика Бурятия. Емельяновские студенты смогли увидеть все этапы производства. После прокатного станка таблички идут под штамповочный пресс. Мастер в соответствии с требованиями заказа госавтоинспекции набирает нужные символы и выдавливает их на двух пластинках. Следующий шаг – покраска. Сухая смесь моментально пристает к знаку. Фактически его сразу же можно прикрутить к автомобилю. Некоторые из ребят попробовали самостоятельно изготовить номер. Мне нравится больше моя профессия, но она все равно каким-то образом связана даже с этим производством, потому что автомобили и номера, госномера, все это взаимосвязано. А вот именные номера с различными дополнительными надписями или символами в нашей стране запрещены. Использовать их можно только как сувенир, скажем, положить под стекло. Но если установить его на место разрешенного госномера, то нарушителя ждет наказание. Если водитель будет сверху на них наносить, либо за место стандартного госномера, то за данное правонарушение будет предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления до трех месяцев, а также со штрафом 5000 рублей. А это уже другое место – стоянка, куда привозят машины после серьезных ДТП, разорванные на части, смятые до неузнаваемости. И чаще всего виновниками таких аварий становятся сами водители. Увиденное шокировало парней. Впечатления довольно-таки страшные, так как автомобили невозможно различить по маркам даже. Как бы сильные такие повреждения на автомобилях. То есть как бы на соблюдать все, для себя делать выводы. А вот это последствия лобового столкновения. Необдуманный маневр даже на разрешенной скорости может привести к плачевным последствиям. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok